Всем здравствуйте! Вас приветствует Марусь на своем канале. Хочу сегодня с вами поделиться таким советом, особенно для мужчин. Мужчины страдают очень часто проблемой с предстательной железой. Проблемой наступает гипотрофия. И очень часто вот это вот встречается у мужчин после 50 лет. Есть и молодой возраст, когда и страдают этим. Болгарская медицина давно уже лечит гипотрофию предстательной железы, и делает проблему с мужским здоровьем именно простейшим таким лекарственным растением, как орешник. Вот замечательное растение, которое способно вылечить эту проблему. И для мужчин это вот совет. Найдите место, где растет орешник и собирайте в июне месяце. Обычно он начинает свисти. Молодые листочки, которые находятся в начале ветвей. Вот старые листы не стоит собирать. Собирайте молоденькие листики, которые имеют еще мягкую структуру. И из него готовят хороший вкусный чай. Кстати, он очень вкусный. Этот чай и есть ваше лечебное средство, которым вы можете вылечить свою проблему. Кстати, всем мужчинам советую. Почему? Это и профилактика проблем с аденомой. Это и профилактика проблем с появлением импотенции. Это и профилактика вообще здоровья мужчины. Это усиливает здоровье мужчины. И он будет себя чувствовать здоровым, полноценным мужчиной, если будет пить такой чай. Так что, мужчины, обратите внимание, какое растение должно обязательно быть в сборе лекарственном, если вы собираете лекарственные растения. А еще одно растение, которое помогает вылечить пристательную железу и проблемы с аденомой, я расскажу вам позже. Лист орешника мы набрали. Теперь его нужно перебрать. То есть убрать поврежденные листья, посмотреть, чтобы не было на них всевозможных гусениц, каких-то насекомых. А после мы будем готовить чай. Чай готовится очень просто. Вообще нет никакой сложности, но лучше его ферментировать. Я сразу говорю, потому что, чтобы вкус у чая появился, сам лист открылся, как бы вкус и запах листа, то есть нужно сделать ферментацию. Очень важно запомнить, когда вы собрали лист, он должен обязательно сутки полежать и подвялиться. То есть нужно обязательно лист разложить где-то на какой-то ткани, неважно, на ткани или где вы разложите, но так, чтобы лист полежал и подвялился. Вообще любой травяной сбор, который вы делаете, должен собираться в чисто экологических местах. Так как мыть сырье, по правилам, не нужно. Вообще не должен лист мыться, потому что очень многие растения имеют на поверхности эфирные масла. Имеют определенные вещества, которые вы просто смоете водой. И, конечно, если вы собираете какой-то сбор, тот же самый, да, у себя в огороде, на приусадебном участке, то, конечно, там и пыль, возможно, исходя из того, что там много, возможно, рядом где-то транспорт ходит или еще что-то, то там нужно обязательно сполоснуть сырье от всевозможной пыли. А если это собирается в чисто экологическом месте, где нет ни дорог, никакого транспорта, там, поверьте мне, пыли той, которая существует там, где существует человек, ее нету. Поэтому мыть сырье не нужно. Сырье должно быть сухим. Но, несмотря на это, вы должны все равно в любом случае сырье подержать в суске, подвялить. А теперь у нас приступаем к приготовлению уже чая. Лис сейчас мы ферментируем. Мы постепенно вот так вот будем выминать. Он начинает, такой, становится более темный и появляется запах. Приятный запах. Это говорит о том, что начинает выделяться сок. Мисту ложили, заворачиваю в ткань и подворачиваю. Плотненько сейчас нужно подвернуть. Очень плотненько нужно подвернуть. И заворачиваем. Таким способом сейчас начнется ферментация листа. Он сейчас начнет греться. Даже тут местами уже начинается чувствоваться тепло. Он начнет греться. И в течение суток у него произойдет ферментация. Лист орешника у нас уже начал ферментацию. Но, видите, есть сухие листы, которые очень тяжело ферментируются. Вот из-за этого ферментация очень тяжело идет. Вот есть вот такие вот листы. Их лучше, конечно же, взять в руки и немножко сделать вот такой вот, как бы, круговорот, чтобы у них ломалась клетка и они начали выделять сок. Они сохли целиком. Сам орешник сам по себе, он тоже суховатый. У него лист такой сухой, невлажный. Поэтому, как бы, есть такая особенность, что он плохо ферментируется. Есть еще один способ улучшить ферментацию данного листа, так как все-таки это крупный лист. Это нарезать более мелко лист. То есть, хотя я не люблю этот способ, но с итогом того, что все-таки это один из способов сделать более эффективную ферментацию, он тоже может подойти. То есть, лист нарезаем. И он становится мельче. Лист нарезали. Я думаю, что теперь проще будет его ферментировать. Поэтому, теперь у нас есть возможность помять. Он легче будет подаваться в уделение сока и ферментированию. Теперь мы ее обратно будем заворачивать уже в ткань. И еще раз на сутки. Я думаю, этого будет достаточно. Лист как раз подготовится. Вполне суток еще хватит. Также плотненько прижимаем и оставляем еще на сутки. Через сутки уже можем сушить наш чай. Орешник у нас высох. Обязательно нужно хорошо высушить, чтобы он был сухой. Вот видите, прям сухой. Храним в плотяных мешочках. Его можно хранить в обычных плотяных мешочках. Можно хранить в какой-нибудь емкости, но не плотно закрытой. Особенно в банке не нужно делать. Ферментированные вообще чаи нельзя хранить в банках закупоренных. В смысле плотно закрытых. Потому что может образоваться плесень. Потому что растение прошло ферментацию. На нем образованы определенные бактерии, которые в процессе могут ожить при любом попадании влаги или скоплении влажности. Поэтому обязательно плотяной обычный мешочек или какая-нибудь емкость, но не плотно закрываемая. Как пьют орешник для лечения простаты у мужчин. Завариваем примерно вот такую горстку. Это я беру сухое сырье, когда оно не измельченное. Если его измельчить, получается примерно столовая ложка измельченного сырья. То есть берется столовая ложка измельченного сырья. Заваривается 300 мл кипятка. Кипяток должен быть не тот, который чайник закипел, и вы сразу его наливаете. Нет, чайник закипел, ждем минут 5-10, чтобы вода чуть-чуть приостыла, не кипящая была. И заливаем, соответственно, в чайничек отдельно куда-нибудь отвар. Вот у нас отвар постоял буквально 5 минут, чуть больше 5 минут. И уже, видите, он хороший, насыщенный у него цвет. Хороший такой отвар. Его можно уже принимать. Принимается отвар в течение дня небольшими дозами. Можно принимать до 4 раз, можно в 3 раза принять. И пьем так примерно 7-10 дней. Для лечения предстательной железы желательно где-то дней 10 пропить. Если у вас есть уже такая проблема, тогда желательно пить каждый месяц, хотя бы дней по 10. Или по недельке. То есть раз профилактически, недельку пропиваем отвар орешника. И тогда у вас будет хорошее мочеиспускание, не будет проблем с предстательной железой. Противопоказаний у орешника нет. Единственное, что, конечно же, не забывайте, что орешник является хорошим желчегонным средством и, соответственно, мочегонным средством. Поэтому делаем, не злоупотребляем, принимать внутрь. Обязательно следите за своим состоянием. Всем советую, прежде чем полностью начать лечиться, попробовать первые 2 дня попить в небольшом количестве отвар. То есть не ту дозу, которая по рецептуре дается, а попить чуть-чуть меньше. Допустим, если вы сделали отвар 300 мл, выпейте только половину. То есть 150 мл выпили за день. Если чувствуете себя хорошо, нет никаких реакций плохих, говорится, в плохую сторону, значит, можно вам пить его каждодневно. Следующий день можете уже увеличить дозу и после перейти на постоянный рецепт. Всем, кому понравился рассказ, как лечиться орешником от проблем с пристательной железой, поставьте мне пальчик вверху. Буду благодарна. Всем до новых встреч. Пока! Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин